7.45. Воткинск. Дворец культуры юбилейный. До открытия избирательных участков, а в юбилейном будет работать сразу два, остается 15 минут. Выбором депутатов городской думы 6-го созыва здесь все готово. Работа началась. Уборщица Ольга Сазонова тоже сидеть без дела не стала. Еще раз прошлась с метелкой по фойе. Хотя здесь и так все убрано и начищено. Юбилейный после реконструкции стал настоящей жемчужиной. И теперь люди сюда приходят с удовольствием. Делится Ольга Ивановна. Ее избирательный участок тоже здесь. И как только появится свободная минутка, она тоже проголосует. Мы всю жизнь голосуем и будем голосовать. Сколько можно, сколько живем, столько и будем голосовать. Выбирать достойных, чтобы наша страна была, поднималась. На родине Чайковского люди активные. И сегодня, уверена Ольга Ивановна, народ тоже пойдет. Ровно в 8.00 она распахнула двери избирательных участков. Сегодня? Пожалуйста. Одним из первых на свой участок в юбилейном пришел Илья и привел отца. Сегодня на Воткинском заводе рабочее воскресенье. Перед сменой решили проголосовать, чтобы выбрать тех, кто будет отвечать за жизнь города, за его развитие. Мы считаем ответственность каждого человека это сделать проголосовать. Открылись без замечаний, я все просмотрела. Для наблюдателей все очень удобные места. Обзор, в качестве наблюдателя мне очень удобно работать. К 12 часам дня на седьмой избирательный участок пришло более 500 человек. Кстати, он один из самых больших в Воткинске. Здесь ожидают 1800 избирателей. А для 18-летних, голосующих впервые, здесь приготовлены презенты. Атмосфера очень праздничная. Сами стены говорят о том, что это очень важно соблюдать города Воткинска, выборы в городскую думу. И для нас это очень ответственно и важно. Сразу хочу сказать, что наш избирательный участок номер 7 очень активный. Мы же выбираем тех людей, которые будут делать для нас то, что мы хотим. Люди же хотят, чтобы жизнь была лучше у нас в стране, в нашем городе. Посмотрите, какой город у нас стал красивый. Обновленная набережная Воткинского пруда с раннего утра залито солнцем. Но даже рыбаки сразу после утренней поклевки пошли на выборы. А если мы не будем ходить, то ничего не будет, двигаться вперед. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Телеканал «Моя Удмуртия».